Во всей эпохе информация имела огромное значение. В 490 году до н.э. воин Фидипид пробежал больше 42 километров до Афин с вестью о победе греческого войска над персами. В XIII веке монгольский всадник с важным сообщением мог преодолеть за день до 300 километров. В XVIII веке тренированный почтовый голубь пролетал 100 километров до получателя всего за час. Все изменилось, когда талантливый русский инженер Павел Львович Шиллинг изобрел электромагнитный телеграф. К концу XIX века были построены тысячи километров телеграфных линий. Всего за несколько часов новости облетали весь мир. Но была одна большая проблема – без связи оставались корабли. Этим вопросом занялся Александр Степанович Попов. Он представил прибор, который регистрировал электромагнитные волны во время грозы. Доработав его, Попов осуществил первую в истории радиопередачу. Благодаря радиопопова корабли могли поддерживать постоянную связь, находясь на расстоянии сотен километров от берега или друг друга. Стало очевидно – передача сигнала по воздуху имеет огромные перспективы. Примерно в то же время ученые начали исследовать передачу изображения. Серьезный шаг к рождению телевизора сделал русский инженер и экспериментатор Борис Львович Розинг. С помощью первой электронно-лучевой трубки он создал размытое изображение четырех полосок. Но массовое производство ЭЛТ-телевизоров в то время было невозможным. Всего два-три предприятия на весь мир могли готовить стекло нужного качества и порт. Телевидение пошло по другому пути – механическому. Первый механический телевизор представил шотландский инженер Джон Лоу Гиберд. Система воспроизводила лишь силуэты снимаемых объектов. Такие телевизоры распространились по всему миру. Их даже продавали наборами «Собери сам». Настоящая технологическая революция в телевидении произошла благодаря великому русскому инженеру и изобретателю Владимиру Казмичу Зворыкину. Еще студентом он принимал участие в экспериментах Розинга, но после Октябрьской революции и начала Гражданской войны уехал в США. Там Зворыкин усовершенствовал электронно-лучевую трубку, а в 1933 году представил свое изобретение – кинескоп. Это был знакомый каждому экран-телевизору. Выпуск таких моделей продолжался до 2014 года. Сегодня вся техника работает на основе процессоров. Но как же она появилась? В 1947 году три американских физика – Джон Бардин, Уильям Шокли и Уолтер Браттейн – создали первый в мире транзистор. Он мог значительно усиливать и преобразовывать поступающий на него электрический сигнал. И был намного компактнее и эффективнее широко применявшихся тогда электронных ламп. Например, самая современная в ту пору вычислительная машина «Эниак», созданная для баллистических расчетов, содержала в себе 17 тысяч электронных ламп и весила 30 тонн. А первый же компьютер на транзисторах весил всего тонну. Но даже такой компьютер компактным не назовешь. Научно-техническое развитие продолжилось, когда ученые Жарес Алферов и Герберт Кремер, независимо друг от друга, разработали теорию полупроводниковых гетероструктур. Они предложили делать транзисторы из разных сплавов металлов, слоенными, как торт. Это позволило делать транзисторы очень маленькими. Благодаря этому сегодня в одном квадратном миллиметре процессора умещается до 130 миллионов транзисторов. За свое открытие Жарес Алферов и Герберт Кремер получили Нобелевскую премию по физике, а человечество вступило в информационный век. Передача информации играла важную роль во все времена. И если бы Фидипид жил сегодня, ему было бы достаточно просто написать сообщение. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok